Ночь музея в Самаре началась с еще не открывшейся, но очень долгожданной творческой площадки, с филиала Государственной Третьяковской галереи. Планируется, что уже в 2022 году здесь будет не просто музей, а трехмерное пространство с творческими площадками, лекториями и залом для мастер-классов приезжих художников. Сейчас же полным ходом в здании фабрики кухни ведутся реставрационные работы. В ночь музеев сотрудники самарского филиала выехали на строительную площадку и провели виртуальную экскурсию. Мы с вами находимся в фабрике кухни, в здании на пересечении улиц Масленниковой и Новосадовой, известной также как Серп и Молот. И, собственно, здесь также в ночь музеев через два года, в начале 2022 года откроется первый филиал главного музея национального искусства России за пределами Москвы, Третьяковской галереи. Это здание подобно загадке без ответа, потому что кроме формы архитектор по сути не оставил нам ничего. И вот эту загадку, этот мистериальный дух нам нужно разгадать. Музей Модерна представил проект в эфире. Статьи в газетах, написанные в прошлом веке, обсуждались в контексте реального времени. Виртуальная кабаре «Пять толстых» состоялась в литературном музее. Пять образов писателя с новой выставки «Толстой. Смена оптики» ожили и устроили представление. Алексей Толстой Экскурсии, конкурсы и викторины. Посмотреть полную версию ночи в музее 2020 можно в официальной группе акций в соцсетях. Мэрил Чан, Мария Левина, События.